Сегодняшний парашат Шаво называется Вайкра. Я не буду читать на русском то, что вы сейчас видели тут. Но вся глава начинается с жертвоприношения. И жертвоприношение, то, что об этом написано, это то, что это служение Господу. Все, что было предназначено, чтобы служить Господу, это были жертвоприношения. И я не хочу сегодня говорить, что были жертвоприношения, зачем, и что они означали. Это вы уже много раз слышали. Я хочу посмотреть на это с другой стороны. Название парашат Шаво, это первые слова той парашат Шаво. Если написано, Вайкра Иллюим от Моше, то параша не крит Вайкра. Если написано, Вай... Назвал Господь Моисей, Возвал. Ну да. Так, по первому слову в главе. Но также, в каждой главе, которую мы читаем, есть всего пять. Это не парашат, это хумаш, что называется. Ну, из Тор, да. Пять книг. Они тоже называются по первому слову. Но в русском языке мы это не видим. В русском языке мы это не видим. В русском языке это действительно подходит. В Тея, что началось. Ну, в Тея, как началось. Потом идет книга Шемот. Исход. Исход. Но это уже другое. В русском это выход, а на еврейском это имя. По словам идет книга Вайкра. По словам идет книга Вайкра. Что в русском это левиты. На русском это левиты. Но тут это называется Вайкра. Возвал. Но тут это называется Вайкра, значит Возвал. Для чего я говорю это? Почему я говорю? Очень важно. Очень важно первое слово. Очень важно. Очень важно. Имя книги очень важно. Вайкра. Вайкра. Возвал к нам. Он призывает нас каждый день. Он призвал в Моше. Описано в толковании, что Бог возвал к Моше с небес. То есть был очень сильный голос с неба. Но никто не слышал этот голос кроме Моисея. Но Моисея слышал, и он прислушался к Богу. Но в другом месте в Толковании написано, что каждый день Бог призывает к людям. Каждый день сходит голос с небес и призывает людей. Но зачем она призывает людей, если они это не слышат? Написано, что этот голос находится внутри нас. Он зовет нас изнутри, и мы не всегда можем это услышать. Я уже больше месяца, последнего месяца, думаю... Я думаю про притчу Сейтеля. Все вы знаете эту притчу. И в прошлом месяце я много разговаривал про это. Но там написано очень специфическое. Написано, что семя падает между камнями. И семя падает между колючками. Он говорит, что семя, которое падает между камнями, это похоже на человека, которого веришь. Но у него нет глубокого корнями. И когда приходят трудности, он шатается. Подумайте о себе. У каждого из нас есть трудности. И это разновидность испытаний. Иногда наша вера основана только на наших чувствах. Если все хорошо, то я слоган. И я верю в него, он помогает мне. Но приходят трудности, и мы говорим, что случилось? Где Бог? Это одна вещь. Но важная вещь, это семя между колючками. Написано, что это похоже на очень сильно верующих людей. Они растут вместе с хорошим семеном. Но забота мира уходит в сторону. И они хотят разбогатеть. И самое важное, это вот эти заботы мира. Пару дней назад, Леон послал Диме шилку. Лехазон של Давид Вилкерсон. Откровение Давида Вилкерсон. Все знают Давида Вилкерсон, не знаю? Могите это имя? Он знает Давида Вилкерсон. Он видит в жизни хазон. Он дважды в своей жизни видел видение. Я не хочу рассказать про все видение. Но есть там очень важный момент. Я всегда учусь о это. И это ведет кашуру к зору. И там есть очень важная часть. Про которую я всегда думаю. Это связано с кричей про все эти. Мы сапер сипуршем иот думали сипуршем Иофф. Он рассказывает историю, которая очень похожа на историю Иоффа. Вы помните, что сатан пришел перед Богом и говорит ему вот. Вот ты видел Иоффа очень сильно верующего для меня. И Бог позволяет сатане испытать Иоффа. Вас Давид Вилкерсон говорит, что он видел что-то похожее. Он говорит, что сатан пришел перед Богом. И Бог говорит ему, видел ли ты очень сильно верующих людей? Они не с легкостью идут за грехом. Они вообще не следуют за грехом. Они очень сильные. Они истинно верят в меня. И сатан говорит ему, конечно, потому что ты поставил их в очень узких рамках. Дай им деньги, дай им благословение. Дай им работа, дай им отличную работу. Дай им хорошие дома. Дай им дома. Дай им землю. Дай им асакин. Бизнес. И тогда посмотрите, что случится. Ты увидишь, что они не забудут про тебя. И это в точности, что происходит сейчас. У нас очень интенсивный образ жизни. Ты идешь на работу. Ты хозяева, бьет, ты צרишь левошел, линокот. Потом ты хочешь немного отдохнуть. Ты хочешь пойти на какой-то круг. Ты хочешь пойти на какой-то кружок. Или истокель серед. Или посмотреть фильм. Или сериал. Или сахек в макшев. Поиграть в компьютер. Очень много вещей, которые нужно сделать. И кажется, что день, который у нас есть, он недостаточен для всех этих вещей. И самое смешное в том, что ты говоришь себе. Что плохо в том, что я посмотрю фильм. Что плохо в том, что я хочу обеспечить свою семью. Так я беру еще одну работу. Или делаю еще вещи. Что плохо в том, что я занимаюсь бегом или кружком. И там есть смысл. Он знает, что в этом нет ничего плохого. И мы также думаем, уверены, что в этом нет ничего плохого. Но все эти вещи в этой стороне. Мы всегда думаем, что надо помолиться. Ой, я хотел сегодня помолиться немного. Мне надо было очень много чего сделать. И мы отладываем на следующий день. Но на следующий день приходят те же проблемы. Не шум рабы дворим аэлю. Это не грех. Но это очень быстро опускает Бога на второстепенные планы. И это как раз то, что Сатан пытается сделать. Он больше не испытывает нас грехом. Он не испытывает нас грехом. Он наоборот испытывает нас хорошими вещами. Он предлагает нам другие вещи. Потому что если ты находишься в другой ситуации, то твои сердце ближе к Богу. Ты начинаешь говорить о Боге. Ты призываешь к нему. Но когда ты находишься в время, что все хорошо, все хорошо, все идеально, все... Ты сам его отверстия. Ты предлагаешь Богу. И вот этот Парашат Шабуа, который сегодня говорит, «Воикра, Иллюхим». И сегодняшняя Парашат Шабуа говорит, «И призывал Бог». Иллюхим курае לנו. Бог призывает нас. Он говорит, «Тешмай леуто коль ше יש леха бефним». Боок говорит, «Прислушайся к тему голосу, ше он находится внутри». «Тешмай леуто коль ше леуто кодэш ше мазкир леха дебарим». «Прислушайся к голосу, святого дуфа, который напоминает тебе в вечер». «Задвигай прооритет Бога». Так шоу, зе апитуй, зе азмана ахарон. «Подумай, это есть питание, это последнее время». «Бог хочет, чтобы ты приблизился к Нему». «Мы можем делать отличные вещи». «Мы можем прийти и служить». «Мы можем помогать нуждающимся». «Мы можем делать пожертвования». «Если мы забываем про самое важное. «Если мы забываем про Бога». «Мы не посвящаем Ему время». «Азлима шава коль авода зот». «То чему все эти пожертвования». «Лима шава коль аширут шелану». «Зачем это все служебно». «Бог зовет тебя и говорит, «Поблизься ко мне». «Обнови наши отношения». «Ани רוצей ле дабаретха». «Я хочу разголадиться». «Я хочу проводиться в тему время». «Бат коль». «Корет ле хами бепנים». «Голос бож'а загорати битмотри». «Дешмала». «Хрисушьи сикрух». «Амэн». 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 «Конкины». « urgency».